Страны ОПЕК-плюс не достигли компромисса в обсуждении добычи нефти с августа текущего года. В частности, Объединенные Арабские Эмираты выразили желание увеличить базовый уровень добычи сырья. О том, зачем нужен этот базовый уровень или почему страны не могут добывать нефть столько, сколько им пожелается, узнаете далее. Организация ОПЕК была создана в 1960 году и основной ее целью был контроль нефтяных богатств арабских стран, а также возможность для них играть более активную роль на мировом рынке. В 2016 году организация приняла новый формат, приобретя статус ОПЕК-плюс. К переговорам стали подключаться страны-экспортеры нефти со всего мира. Несмотря на то, что для членов нефтяного альянса экспорт нефти на мировой рынок является основным источником доходов, ее добыча строго контролируется так называемой квотой. То есть в каждой стране установится квота на объемы добычи и реализацию нефти на мировом рынке. И вот для Объединенных Арабских и Эмиратов была установлена квота по соглашению 2020 года в 3,1 миллиона баррелей в сутки. Но эта страна и ее представитель на последнем совещании, которое недавно завершилось, стран-членов ОПЕК и Плюс, соответственно, заявили о том, что они с этой квотой не согласны. Эмираты сообщили, что не поддержат план продления сделки, если не будет увеличена квота на добычу нефти. Министр энергетики заявил, что инвестиции, вложенные в нефтяную отрасль страны, очень значительный и потенциал государства в плане добычи сырья реализован лишь на две трети. На такое заявление есть еще одна важная причина, которая официально не озвучивается, рассказывает эксперт Казанского федерального университета. Дело в том, что качество нефти в разных странах очень различное. Ну и нефть, добываемая в странах Персидского залива, она считается самой качественной. Издержки производства и добычи этой нефти самые низкие. Но нефть, которая добывается в объемных Арабских Эмиратах, по своему составу, качественным характеристикам, очень близка нефти, которая добывается в другом члене, государство члене ОПЕК – это Иран, Исламская республика Иран. В настоящий момент Иран находится под международными санкциями, ограничивающими возможности страны экспортировать углеводороды на мировой рынок. Но в случае снятия ограничений Иран может вернуться на рынок и составить серьезную конкуренцию Эмиратам. Поэтому государству необходима некая подстраховка в виде увеличения добычи нефти. Но зачем вообще ее контролировать? По законам рынка, чем больше товара, тем меньше он стоит. И резкие колебания, в особенности в сторону снижения цены, могут привести к серьезному кризису. Особенно эта проблема, наверное, обострилась в период пандемии и мирового экономического кризиса, когда спрос на нефть стал сокращаться в ведущих нефтепотребляющих странах. И, конечно, в этих условиях, действия в одностороннем порядке, они способствуют дестабилизации мирового нефтяного рынка, а это не выгодно ни одной стране. По словам Марата Гебадулина, несмотря на перенос переговоров, соглашение между Эмиратами и остальными членами ОПЕК вероятнее всего будет достигнуто. Тем более этому может поспособствовать и постепенное оживление мировой экономики. Диана Жилинкова, Ленар Довлетьяров, Универньюс.